В этот день и правда стоило звать подруг и друзей на театральную площадь. В России становится доброй традицией праздновать в начале ноября День народного единства. Красноярцы и гости города стали свидетелями того, как история буквально оживала на глазах. Можно было зайти на русское подворье с кузницей, сразиться на мечах в настоящих доспехах, выйдет в действии строй копейщиков эпохи ополчения Минина и Пожарского. Участники клуба реконструкторов уверены, казаки-основатели Красноярска выглядели именно так. Это типичная для русского человека одежда. Кафтан, шаровары, но уже сапоги местного монгольского типа. Кушак, который является поясом для тепла. Портупея, на которой висит много разного. Кинжал восточного типа. Соответственно, очень стандартное для той эпохи оружие. Сабля, поясные сумки, в которых лежит все необходимое. Плеть для того, чтобы погонять коня. Все это фестиваль живой истории. На празднике царил дух настоящей ярмарки. Рядами выстроились подворья, где любой мог полакомиться блюдами национальной кухни народов края. Например, отведать настоящего узбекского плова из дымящегося казана и запить его чаем из самовара 18 века. Продукция местных фермеров, сибирские сувениры. Каждый нашел здесь что-то для души и по карману. Ну а согреться можно было в настоящем сибирском хороводе, в котором закружились люди разных возрастов и национальностей. Мы едины, несмотря ни на что. С такими лозунгами вышла на митинг молодежь. Совсем не лишнее напомнить об этом и себе, и другим. Ведь и победа над польскими интервентами, и разгром наполеоновских войск, и наш триумф в Великой Отечественной были возможны лишь благодаря способности нашего народа объединиться в тяжелое время и вместе преодолевать все невзгоды. Мне кажется, очень точно и ярко символизирует единение людей, когда и в тяжелую годину, когда нужна помощь людям, когда нужно спасать Отечество. На Российской земле в России всегда умели объединяться и все вместе, и давать отпор врагу. День народного единства – праздник для всей семьи. Весело было не только взрослым, но и детям. В контактном зоопарке они могли пообщаться с животными, покормить ламу и оленя, погладить лайку. Подобный формат праздника пришелся по душе горожанам. И кофе попили, и пирожки поели, и концерт посмотрели в полном восторге. Хорошее настроение, все организовано замечательно, все непринужденно. Видно, что люди все пришли с настроением сами, и поэтому я так думаю, что очень многие довольны этому празднику. Я думаю, что много людей получило, много позитива. Праздник удался, людей очень много, хорошо. Организаторам спасибо.